Я всегда думал и молился, что ну заболеем, на ногах перенесем, ничего страшного. Ну срубило жестоко, если честно скажу, штука страшная. Конечно, для меня еще относительно молодого дядьки 44 дня проваляться в больнице, это уже катастрофа. Но слава богу, конечно, не знаю, может быть благодаря спортивному дерзкому духу. И, наверное, все-таки большей степени, благодаря вот этому какому-то нахрапу, нифига я не умру, я вернусь к детям, к внукам, я главный подвиг в своей жизни, в спортивной, еще не совершил. Олег Калмыков был госпитализирован в экстренном порядке в Чебоксарах, где он находился в Республиканском медицинском центре по поводу плановой замены тазобедренного сустава. Победив первый обостренный период заболевания, Олега Калмыкова перевезли в Ульяновскую медсанчасть. Ребят, а у нас не так все страшно, я не увидел там такого, что вот прямо-то, ну, наверное, есть какие-то и трудности, но я вижу, что новейшее оборудование, кровати все на электронике, на кнопках, какие-то все эти капельницы, стойки, столы, все новое, все чистое. Там про вежливость и радивость медперсонала вообще говорить не приходится, ну, просто, ну, реально, люди пашут, и как они держатся, и зубы никому не показывают, это удивительно. Сейчас в Ульяновском регионе, к сожалению, все еще сохраняется высокая заболеваемость новой коронавирусной инфекции. Не следует пренебрегать средствами индивидуальной защиты и социальной дистанции. Молимся, чтобы этот ковид быстрее-быстрее-быстрее ушел от нас, и мы вернулись к нормальной жизни. Здорово. Я желаю вам крепкого здоровья в новом году, восстановиться и никогда не вспоминать эти неприятные события, вычеркнуть просто из вашей жизни и продолжать быть таким. Перелеснули все. Абсолютно перелеснуть и дальше продолжать заражать нас всех, ульяновцев и гостей города, такой невозможной спортивной энергетикой. Ну, спасибо вам, друзья. Так и будет. Буду выполнять ваши наказы. До встречи в следующем году.